На Мострюковских озерах завершился 46-й Грушинский фестиваль. По подсчетам региональных властей, его посетили более 23 тысяч человек из 36 регионов России. Выступили более 200 музыкантов, среди которых как известные исполнители, так и совсем новички. Участвовали в слете любители бардовской песни и представители самых разных организаций. Среди них и региональное отделение Союза машиностроителей, которое развернуло на фестивальной поляне свою площадку. Наш корреспондент вместе с ними и другими участниками окунулся в фестивальную атмосферу Груши. Сжала вонзается царица прекрасной натурщицы Египта. Тает тело матово, ах матово. Это поэтический и музыкальный конкурс «Пилигримы», который проводится на 46-м Грушинском фестивале рядом с площадкой регионального отделения Союза машиностроителей и при его поддержке. Здесь декламируют русскую поэзию и поют песни русских исполнителей. У нас выступают замечательные, очень хорошие авторы, поэты. Мы в этом году празднуем нашей площадкой свое десятилетие. Союз машиностроителей все эти 10 лет поддерживают нас, помогают нам. У нас очень хорошие призы, подарки. Рядом с поэтической площадкой готовят ужин, которым угощают всех желающих. За гастрономию здесь отвечает выпускник Тольяттинского университета, который входит в Союз машиностроителей Руслан Габуров. Для него Грушинский – это в первую очередь встреча своих старых друзей. Расскажу хороший рецепт для любого повара. Спортить блюдо можно два способа. Жечь и пересолить. Все остальное будет хорошо приготовлено. На данный момент у нас здесь готовится блюдо басма. Это мясо в луковом соке, приготовленное на пару с картошечкой и баклажанами. И классическое для тех, кто для девушек, это супчик будет. Помимо пилигримов уже 10 лет Союз маш поддерживает и другие мероприятия на слете любителей бардовской песни. Одно из них – международный интернет-конкурс, в котором можно проявить свои самые разные творческие способности. У лучших есть возможность представить свои работы на площадках Грушинского. 10 номинаций. Это фото, видео. Это порядка 5 номинаций только песенных. Это поэтические номинации. В литературных номинациях также присутствует малая проза. Там у нас представители-победители из США, Израиля, Австралии, Канады. Хочу сказать, что вот каждый раз мы от наших конкурсантов ожидаем чего? Мы ожидаем таланта, прежде всего. У нас разные номинации, авторы. Вот сейчас сделали поэтическую составляющую. То есть все то, что связано с авторской песней. Всего в этом году Грушинский фестиваль посетили 23 тысячи человек из 36 регионов России. Сказками и...